Здравствуйте, с вами Андроид Андроидыч. Сегодня хотел поговорить о весьма необычной игре, которая называется Omega The First Movement. В данной игре мы с вами будем сражаться с помощью различных звуков. Игра полностью на английском языке. Наш персонаж, который будет воевать с различными врагами, мы можем этому персонажу улучшить различные параметры. Нажимаем Arigate, и вот различные, так сказать, атака, защита, жизни и что-то еще. Ну давайте перейдем непосредственно к самой игре и насладимся ее игровым процессом. Мне, кстати, игра очень-очень понравилась. Геймплей напоминает такую игру, как Guitar Heroes, если вы такую игру знали. Может я неправильно произнес. Вот, в которую вы, да, Guitar Heroes, в которой вы определенно так нажимали определенную ноту. Тут сделано похожим образом, но маленько по-другому. Вот у нас есть враг. Давайте маленько звук прибавлю. Мы вначале выбираем, что мы будем делать. Атаковать, защищаться или копить спецудар. Ну, как вы видите, я ничего не нажимал, и враг сходил первым. И что он сделал? Непонятно, что он сделал. У нас есть определенное количество жизней. Давайте атакуем, нажимаем. И теперь нам нужно в такт нажимать. Если цветом здесь фиолетовым, то нажимаем фиолетовым. Если зеленым, то нажимаем зеленым. И у нас чем-то точнее мы нажимаем, тем больше будет атака. Также мы можем с вами защищаться. Если нажать вот этот вот щит, то тоже мы будем с вами защищаться. И сможем принять определенное количество, так сказать, хитпоинтов, ударов на себя. И третий момент, что мы можем сделать, мы можем копить с вами суперудар. Давайте это попробуем сделать. Вот нажимаем, да, и также в такой же последней части нажимаем. Но проблема в том, что когда мы копим суперудар, мы не атакуем, не защищаемся. И соперник может воспользоваться этим моментом и, так сказать, нас атаковать. Вот конкретно сейчас я, он и воспользовался. Когда мы копим наш суперудар, вот у нас накопилась всего лишь третья часть этого суперудара. Но давайте все-таки атаковать, не будем, так сказать, сдаваться. Будем пытаться все-таки побеждать вот этих вот непонятных роботов, которые на нас напали. Игра офигенная, что мне, конечно же, нравится. Ее стиль. Очень красиво он реализован. Музыкальное сопровождение на высоте. Короче, игра для тех, кто любит музыку, кто любит слушать музыку. И вообще любит такой жанр, в котором используется как-то музыка. Я 100% буду данную игру проходить, потому что она очень-очень крутая и интересная. Затягивает 100%. Как вы видите, как точнее мы будем нажимать, чтобы вот эти вот кругляшки, да, символы попали именно в центр, тем мощнее, больше очков мы с вами, так сказать, нанесем вражу вот этим непонятным роботам, которые вот здесь перед нами оказались. Короче, игра очень интересная и очень увлекательная. Всем, без исключения, советую в нее сыграть. Она того стоит. Это я вам честно говорю. Давайте попробуем все-таки одолеть вот этих вот чуваков. Вот как вы видите, скорость увеличивается в перемещении и приходится очень туго нажимать. Тут надо прям реагировать на 100%. Потому что если будем промахиваться, то и меньше дэмидж будем наносить нашим врагам. Давайте перейдем по поводу плюсов и минусов в данной игры. Ну, конечно, плюс это то, что сама задумка разработчиков очень-очень крутая. Помимо этого, очень хорошая музыка, очень качественная даже игра, хоть она и не трехмерная. Все очень офигенно сделано. Короче, офигенная игра. По поводу минусов, ну, может просто кому-то не понравится данный жанр, да, а так, думаю, минусов в данной игры нету. Короче, если вам понравилась данная игра, то обязательно поставь лайк или оставь комментарий под этим видео. А с вами был Андроид Андроидыч, всем пока, до скорых встреч!